Еще на предварительных слушаниях в мае федеральный судья в Вирджинии Томас Селби Элис критически отзывался об обвинениях спецпрокурора Мюллера, выдвинутых против бывшего менеджера предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Судья Элис упрекнул Мюллера в том, что Манафорт это всего лишь инструмент, который обвинения используют, чтобы добраться до президента США. В связи с этим Манафорт надеялся, что его доводы о превышении спецпрокурором своих полномочий и прошении снять обвинения в финансовых махинациях будут учтены. Что говорить, сам Трамп хвалил судью Элиса за его позицию, но вопреки ожиданиям суд встал на сторону спецпрокурора. Здесь же не надо даже упражняться в искусстве трактования, чтобы понять, что расследование не вышло за свои рамки, написал в своем заключении Элис. Этот случай является напоминанием о том, что в конечном счете наша система сдержек и противовесов работает только в том случае, если добродетельные и мужественные люди, не подверженные влиянию общественного мнения, работают в рамках закона. Будем надеяться, что те, кто представляют обвинения в этом деле, в том числе спецпрокурор и помощник генпрокурора, являются такими людьми. Следующее слушание по этому делу состоится в конце июля. Еще одна порция обвинений будет рассмотрена судом округа Колумбия в сентябре. А вот разрешение конфликта между конгрессменом Дэвином Нунисом и Миньюстом, похоже, затягивается. Напомним, Нунис все пытается найти нарушение в действиях ФБР в момент открытия российского дела. На этот раз он потребовал от ведомства полную информацию о контактах секретных агентов и информаторов ФБР с членами штаба Дональда Трампа. Причем Нуниса интересуют и контакты до официального начала расследования в конце июля 2016 года. Интересно, что в понедельник Нунис, выступая в Калифорнии, сказал, что у него уже есть ответ на вопрос, была ли направлена работа ФБР против штаба Трампа. Очевидно, действия Нуниса вновь добавят остроты в эту историю, которая уже стала сходить на нет, после того, как в результате брифингов с Миньюстом республиканцы признали, что нарушений в действиях ФБР все-таки не было. В целом не нашел предвзятости в работе ФБР и генеральный инспектор Миньюста Майкл Хоровиц. Тем не менее, в своем недавнем отчете он отметил, что на все российское расследование тень бросает история агента Стрзока. Напомним, агент Питер Стрзок и его подруга, агент Лиза Пейдж, обменивались сообщениями, в которых высказывали свою неприязнь к Дональду Трампу, а также, не скрывая свою позицию, обсуждали некоторые дела ФБР. Сообщения стали достоянием общественности. И вот буквально в эти минуты законодатели беседуют с агентом на Капитолии на закрытых слушаниях об этой переписке, а также о роли Стрзока в расследовании дела об эмейлах Клинтон и его работе на команду спецпрокурора Мюллера, из которой он был уволен после того, как последнему стало известно о сообщениях своего подчиненного. Кроме того, сенатор Линдси Грэм направил официальное письмо заму генпрокурора Роду Розенстайну, в котором просит прояснить роль Стрзока в знаковых расследованиях. Посмотрим, что скажет спецпрокурор Мюллер. Но я точно знаю, основным следователем российского дела на его ранних стадиях был Стрзок, который явно симпатизировал Клинтон и недолюбливал Трампа. Сообщение за сообщением показывает его крайне предвзятость к Дональду Трампу и готовность использовать свою должность ФБР, чтобы помешать ему быть избранным. А пока вовсю идет расследование вмешательства России в выборы и связи Дональда Трампа и его штаба с Кремлем. Российский министр энергетики Александр Новак приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с министром финансов США Стивеном Мнучином и министром энергетики США Риком Перри. Со слов Новака, стороны обсуждали сотрудничество в энергетической сфере и антироссийские санкции, направленные на нефтегазовую сферу России, а также строительство газопровода «Северный поток-2». Отметим, и предыдущие, и нынешние администрации не раз заявляли, что видят в этом проекте угрозу роста влияния России в Европе.